Праг на всех. И вот я вам хотел привести такую таблицу. Я взял эту таблицу по железне. И здесь описано 6 категорий людей. В левой части здесь описано те, у кого прах очень сильно на них влияет. А в этой тем, кто победил врага, больше нечислий. Давайте мы начнем с тех, которые, а вы, может быть, узнаете. Вы можете сейчас как раз проанализировать, насколько враг сильен в вашем сердце. Насколько он сильен. Мы сейчас посмотрим 6 видений людей, которые по-разному с этим врагом общаются. И первое это, вот это с левой стороны можно проходить. Это тот, у кого враг очень влияет на него, сильно влияет на него, попадает на его влияние. Но еще не полностью враг его победил. То есть он никак какой-нибудь. И смотрите, такого человека называют словом осады. Не святой. Не святой. Нормально даже звучит. Не святой. Ну, пусть будет. Вот это не святой человек. Он видит добродетелей, но считает, что добродетели обязательно превратятся в недостатки. Как это выглядит? То есть такой человек еще замечает хорошую груди. Он говорит, он занимается благотворительностью. Замечает. Собирает одежду для бездомных детей. Ну, не бездомных, а в детдоме какого-то. Вот. Венчики собирают, машины, коробками возят куда-то, да. Вот это он замечает и говорит, ну, правда, занимать сколторизм. Ну, то есть еще сознание его воспринимает. Но, зачем же он этим занимается? Ясно дело. Зачем он этим занимается? Хочет прославиться. Хочет прославиться таким благотворителем, да? Хочет там какие-то налоги не платить. А может он вообще террорист? Он террорист. И он это делает для того, чтобы скрыть свои террористические желания. Замечали такое когда-нибудь? Смотришь на него, ну да, да, хорошо это сделано, но... Зачем мы это сделаем? Надо разобраться. Надо разобраться. Давайте разберемся. Вот ввели они войска туда. Понятно, да. Хорошее дело. Помочь надо. Но надо разобраться. Зачем они это делают? Вот это вот называется человек не святой. Он подозревает, даже видя хорошее в других, он подозревает, что за этим хорошим стоит какой-то подвод. Но это еще не самый худший вариант. Вторая категория людей, как называют... Ну вот эти вот слова, они... Это прилагательные. Если говорится, это не святой, это еще менее святой. Соответственно, вот этот будет самый не святой. Вообще не святой. И вот этот второй, он не видит вообще добродетелей. Он не замечает, что человек носит одежду в детский дом. Он как будто этого нет. Он не обращает это никакого внимания. Он видит только, что... Я не знаю. Что у него ботинки не чищены. Потому что важно, чтобы ботинки были чищены. Давайте сразу посмотрим на ботинки. Я не знаю. И вот этот человек, даже если кто-то будет, я не знаю, раздавать миллионы, он не заметит это. Встречали таких людей? Нет. Значит, вы святой человек. Вы не обращаетесь на это внимания. Но вот этот человек, он смотрит... Знаете, даже если он смотрит на правителя, у каждого есть недостатки. Но он почему-то не замечает, что у нас до сих пор не стреляют на улице. В магазинах есть еда. Есть еда, кстати? Есть. Да. Вот. Электричество. Отопление. Почему вот это мы не замечаем? Я говорю, у нас ничего нет. Здорово, да, звучит? А вот это куда? Представьте, нет правительства. Вот допустим, сейчас в одной стране нет правительства, да? И там продукты начинают пропадать. Людям страшно по улице ходить. То есть, если у нас это есть, означает, что кто-то же это сделал, да? Почему он не замечает? Почему спасибо нет? Мы говорим, нет, только плохое есть. Вот это вот эта категория. Она не видит ничего хорошего, видит недостатки. Неважно реальность, эти недостатки нереальность. Видит эти места. И самый не святой, да? Это какой-то враг уже, знаете, за грудки взял и говорит, ты совершенный. Ты совершенный. Ты абсолютный вообще. Вот между нами, ты Бог. Ты никому об этом не говори. Люди не смеют, но ты Бог. И я всегда об этом снова говорю. Как он смотрит на жизнь? Смотрите, если написано. Цепляется за незначительные недостатки. И раздувает их до невероятных размеров. Не видя хорошего качества любви. То есть, такой человек, понятно, что он не видит ничего хорошего, да? Но если он даже видит маленький недостаток, маленький, видит, что ботинки нечищены. Он говорит, ну, это все. Это говорит, знаете, о чем, что они ботинки нечищены? А знаете, где он ходит в этих ботинках? Наверняка где-то там, ну, где он может быть? Попладающий, ой, совершает черные ритуалы. Сатанист. Ясное дело? Ботинки же нечищены. Сатанист? А кто же еще? Ну, сами подумайте. Есть история интересная. Там один святой, настоящий святой, который, ну, жил совершенной жизнью. И кто-то пришел другой. Вот такой, последний. 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 С самодесадком. И он в его доме, он заметил вот этого, не дорогая, муравьян. Маленький муравей. В Индии муравей здесь. Даже с Савафаном, ну, какие, чтобы завернять себя? Там было муравей. Я же думаю, как это было появлялось? Он говорит, смотрите, у него муравей ползет. Это значит, что по началу он что-то ест сладкое. Я смотрел, а подкудисты муравей. Понимаете, да? Вот это самый крайний вариант. Ну, я думаю, у таких никого нет. Это значит, что очень больно. Он очень больно. Он полностью уверен, что все ему круги. Николя. И он видит подтверждение. Не могу случайно подтверждения. Я с одним человеком. Мы сказали помочь этому человеку. У него подтверждения были. Ну, как-то все его обижали. И он сказал, поможешь ему только помочь? Ну, как только позитивный опыт дать вообще. Ну, они посчитали, что он позитивный опыт. Ну, они ошиблись. Значит, этого человека пригласил к одному следому. Все организовал на него. Все устроил. Договорился. Ну, то есть я из чистых, искренних побуждений хотел помочь этому человеку. Взял этого человека за руку. Мы там как-то приехали на автобусе. Туда вот, в монастырь. Вот, взял этот человек за руку. И чтобы быстрее дойти, мы решили немножко, я решили немножко срезать дорогу. Пойти по непоробной дороге, понемножечке как бы так вот, непоробной. Этот человек так остроился. И вы тоже туда же. Почему мы здесь идем? Ну, то есть любая маленькая девочка воспринималась как оскорбление. Любая девочка. Это очень воспаленное создаие. Означает, что это фраг на прозву насиленного человека. Очень тяжелый случай. Но, теперь давайте посмотрим вторую колонку. Это хороший человек, святой человек. Простой, святой человек. Как тут очень всплывалось. Такие люди, смотрите, соглашаются с недостатками других. Он говорит, да, человек вспыльчивый. Да, человек вспыльчивый. Да, у него такая, как называется, хакизм это да. Но у него такая как бы бурная особенность такая, да. И эта особенность может быть очень хорошей. Если он будет воином, это может быть очень хорошо. Он с такой натурой хорошо будет воином. Еще раз объясняю. То есть, когда человек видит недостатки, ну какие-то особенности для человека. Но он говорит, вот если бы их вот так вот занять, это было бы вообще достоинство. Вот он не умеет играть на пианино. И это, это хорошо. Пианино не нужно покупать. И соседи будут хорошо жить. Это даже достоинство. У меня муж не играет на пианино. И хорошо. Да, не играет, это факт. Ну и хорошо. Понятно, да? Конкретно. То есть, такой человек видит какие-то, куда у него ботинки не чищены. Это значит, что ему не до ботинок. Это ему не до ботинок, потому что. Ему как бы есть чем заняться. Понимаете, да? Это садок. Совсем другой менталитет. Второй человек, это, этот человек, он закрывает двозам недостатка. Он этим не интересует. Ну ты посмотри на ботинки, где? Не вижу. Но он не интересует. Каждый же интересуется теми вещами, которые ему интересны. Этому интересно хорошее видит человека. Вот есть такие странные существа, а не видят других хорошего. Встречали такие? Ну ладно. Они как-то говорят, он же негодяй. Это что, правда что ли? Ну блин, нормальный человек. Он смотри, вот это, вот это, вот это. Он добрый тебе, смотри. Он не обращает, как будто не в этих качествах. Вот это вот вторая категория людей. И третья категория людей. Последняя, самая-самая. Они, понятно, не видят недостатка. Они не интересуются недостатками. Ну почему они интересуются недостатками? Когда врага нету, то повода искать несовершенствия других, его просто нет никакого. Его не интересует. Ему не интересует. Зачем? Ему и так хорошо. Он и так видит, что, ну как-то, нормально. Но этот не только не замечает недостатки. Но он просто видит незначительные какие-то достоинства человека. И он раздувает их до невероятных размеров. Пригнили. Человек, от какого встречают водители. Отбирают у него все деньги. И отпускают. Он приходит домой. Таких хороших людей встретит. Могли бы убить. Они убили. Вот другой вонят вместе убили. А они забрали этот ключ. А они не чувствовали за мной. Сидели. Вот такой печальный. Поехали. Поехали. Поехали.